Стабилизация финансового положения Чебоксарского троллейбусного управления первостепенная задача для республиканских и столичных властей. Уже принят ряд мер по оздоровлению предприятия. Из бюджета выделили более 40 миллионов на погашение задолженности за электроэнергию. Проведена инвентаризация непрофильных активов, оптимизация всего производственного процесса. Самый востребованный и социально значимый транспорт должен быть всегда на ходу. Это понимают все заинтересованные стороны. Введение безналичного расчета в начале этого года помогло коллективу предупредить увод денег налево. Еще одна вынужденная мера – корректировка стоимости проезда на 1 рубль. Теперь через карту ИТК она составится 14 рублей, что соответствует цене 2015 года. Стоимость проезда за наличный расчет – 18 рублей. По-прежнему самым выгодным остается приобретение единого проездного. На сегодня пассажиру, который приобретает проездной билет и пользуется им в течение месяца, стоимость она уходится меньше 9 рублей. Стоимость проезда в троллейбусах в Чебоксарах была одной из самых низких ПФО. Теперь мы сравнялись с Йошкаралой. В Уфе – 20 рублей, в Казани – 25. Когда администрацию города упрекают в беспрецедентном, чуть ли не спекулятивном подъеме цены проезда до 18 рублей, это несправедливо, потому что существует безналичная цена – 14 рублей. Это во-первых. А во-вторых, реальная экономически обоснованная стоимость проезда гораздо выше. В результате этих мер троллейбусники планируют увеличить ежемесячный доход до 4,5 миллионов рублей. Это позволит сократить долги предприятия, а значит, не допустить перебоев в транспортном сообщении. Еще одна мера объединения 14 и 16 маршрутов. Новый будет следовать от остановки университет до остановки Маштехникум с 20 января.